Вопрос в принципе очевиден. Да ни СССР, ни Россия по сути никогда не была сверх богатой. Но обратите внимание, в СССР средняя зарплата была 350 US$, в смысле долларов обыкновенных. Да и сейчас в России тоже. Но мы выигрывали соревнования. А почему? Потому что дух спорта был, есть и будет. По-моему, надо об этом говорить в школе. Конечно, это далеко не то, что было раньше. Это я про школу говорю и высшие заведения. Но главное показать, что вы растете. А рост именно в спорте. И это, по-моему, главное. Я тоже борьбой занимался, но не достиг результата. Зато научился падать. И это мне нравится. Сколько было случаев, но борьба помогла. К слову, почему борьба мне нравится? То есть борцовки и все. Руки, ноги и, естественно, голова. И это единственный вид спорта, с которым реально считаются. И дзюдоисты, и боксеры, и каратисты, и те, кто занимается смешанной борьбой. Вот как-то так. А еще для меня больше удовольствия. И это лучшие тренера. Они были, остались и есть. Они работают. И мы получаем результат. Город, по-моему, реально неплох. Проходит первое первенство Уральского федерального округа по юношам 2004-2005-2006 годов рождения, где юноши отбираются на первенство России. То есть первое, второе, третье места, кто займут, ребята, они поедут на первенство России, которое состоится буквально через месяц в 20-х числах города во Владимире. Поэтому формируем команду Уральского федерального округа здесь. И такое мероприятие в Магнитогорске не проводилось, по-моему, с 2008 года. По проведению соревнований, вот у меня как бы у главного судей соревнований нет никаких, как бы, замечаний. Встретили нас хорошо. Условия проведения, все требования, которые мы требовали, судей требовали, которые для проведения соревнований, все подготовлено, как бы, в надлежащем порядке. Поэтому пока все проходит хорошо. Так, городу у Магнитогорску все-таки 90-летний. Смогли бы вы его поздравить каким-то образом? Естественно, всех магнитогорцев. Сам город поздравляем с днем рождения, с 90-летием. Желаем процветания. Знаем, что этот город, своими словами, можно, трудяга. Потому что здесь огромный комбинат металлургический, люди уральские здесь. Здесь борцы, здесь школа давно хорошая, знаем то, что... Поздравляю всех магнитогорцев с днем рождения города. Желаем всем здоровья, удачи, семейного благополучия. Всем-всем всего самого хорошего. Мне говорят, не люби комбинат, а я буду его любить. Не развалил спорт, а передал его администрации. И администрацию города я тоже буду любить. Есть, конечно, проблемы и недоработки. Дайте просто возможность тренерам тренировать детей. Не колбасите вы их инструкциями. И вот такое может случиться. Вот он бой нашего чемпиона. Да, господа мои и товарищи, вот он тренер, а вот он чемпион. Ровно, красиво, с реальными проблемами. Но он победил. Да просто для меня это удовольствие. Худо, бедно, я видел его тренировки на протяжении трех лет. И вот она, радость наша. Да еще и где, во дворце спорта Рамазана. Вот о чем мы говорим. Не каждый раз металлург чемпион. Но вложившись в спорт, чемпионами мы станем всегда. И это наше лучшее удовольствие. Мы можем и на нашей магнитогорской земле воспитывать чемпионов. Не нужны нам ваши понты. Нам нужен лучший вариант. Мы никогда не были крутыми. Выкиньте все это из головы. Но мы крутили вершины спорта и показывали, что деньгами нас не прелестить. Так что можем повторить и это.